Всем привет! Сегодня мы готовимся к охотке на азиатского шерчня со словаками. Конгресс по обсуждению проблем с инвазивными насекомыми в Словакии. Перед нами аддикт. Перед вами они объясняют, как пользоваться их материалом. Ну, вы знаете их материал. Это оборудование очень известно во Франции. И так как в Словакии начинается большая проблема с азиатским шерчнем, они пришли к нам за помощью. Что касается нас, то мы попытаемся им объяснить, что мы можем делать, а что мы не можем. То есть, что умеем, а что не умеем. У нас как-никак опыт 20-летней борьбы с шерчнем. Это большая проблема. Перед вами комбинезон, пылесос, который не так уж хорошо себя показал. Здесь перед нами гнезда, я думаю, это азиатского и европейского шерчня. Принимая во внимание размер ячеек, можно сразу сказать, что это европейский шерчень. Это кустарная оса, это вот германская оса, а это вот азиатские шерчни в заспиртованном состоянии. А также представлено много-много ос. А что это такое, я даже не знаю. А, посмотрите, гнездо европейского шерчня. И представлено много-много ос. Ну и естественно, всем известные ловушки. Ну, сейчас ловушками более-менее с печатью 3D можно найти хорошие. Вуара, да, это инвазивное насекомое. Очень проблематичный шерчень. Наверху, я думаю, гнездо азиатского шерчня, но я не уверен в этом. На этом все. Пойду смотреть дальше и, надеюсь, поговорим более серьезно об этой проблеме. Надо, чтобы словаки продвигались быстрее, чем мы. До следующего. Субтитры создавал DimaTorzok